Привет друзья! Вы на канале в поисках золота и старины. Меня не раз спрашивали, копаю ли я по войне. Нет друзья, не копаю, по той причине, что у нас войны не было и таких находок нет. Но люди копают и находят много разного интересного, но тут надо понимать, что в таком виде поиска всегда есть большая доля риска. Так как в земле очень много взрывчатых веществ и таких же предметов, если вы копаете на полях сражений. Но это ваш выбор и, надеюсь, осознанный. Но риск есть еще и в другом. В том, что могут быть проблемы с органами. Про что это я? А сейчас расскажу. Беларусь, город Барань. Тут скажу от себя, наверное, все-таки помогли добрые люди. При проведении обыска в гараже в подвале, принадлежащему черному копателю, как звучит-то страшно, сотрудниками правоохранительных органов были обнаружены и изъяты. Следующие единицы оружия времен Великой Отечественной войны. Отдельные части пистолета-пулемета системы Шпагина, противотанковое ручье калибра 14,5 мм, две гранаты F1, карабин Маузер калибра 7,92, 17 килограмм тротила, 8 ружейных гранат, 3 гранаты РГ-42 и одна кумулятивная граната, два снаряда и 6 килограмм 800 грамм пороха. И более 470 патронов. Сразу же по факту было возбуждено уголовное дело по статье 295 час 2 уголовного кодекса. Владелец дал показания, что уже много лет занимаясь за поиском на местах сражений. Все он находил сам, реставрировал и складывал в гараж или подвал. Продавать даже не думал. Это была просто его коллекция. Но кому это интересно? А вот второй случай, который произошел в прошлом году в Воронежской области. Сотрудники ФСБ совместно с полицейскими изъяли у жителя села Покровка оружие периода Боу. Полицейские установили, что 29-летний житель осуществлял нелегальные раскопки на местах проведения сражений уже много лет. Как все это страшно звучит, как все это подают. Конечно же, стражи закона обыскали весь дом и все постройки, что были во дворе и обнаружили целый арсенал. Ствол пулемета Максим калибра 7,62. Отдельные части ручных гранат. Винтовку чехословацкого производства БЗ-24 калибра 7,92. Ствольную коробку и ствол карабина Маузер. Как показала предварительная проверка, найденное оружие пригодно для осуществления выстрелов. Вот это тебе засада. По факту незаконного оборота боеприпасов и оружия и взрывчатых веществ возбуждено уголовное дело. А вот еще один человек, только уже в Мурманской области, искал в озерах и сопках оружие и боеприпасы времен ВОУ. За время своего увлечения он, так сказать, нанырял и откопал целый арсенал. Все находки он хранил в своей квартире, а нашли у него карабин системы Маузер, сменный ствол к пулемету германского производства, электродетонаторы, комплектующие к отечественному и иностранному оружию времен ВОУ, а также патроны, в числе которых были современные. Ну хорошо, а карабин, он как новый, тоже со дна поднял. Но следствие установило и доказало, что изъятый карабин изготовлен мужчиной самостоятельно из различных составных частей того же оружия времен ВОУ. ВОКО. Суд приговорил мурманского черного копателя к трем годам условно и штрафу в 100 тысяч рублей. И последняя история на сегодня. В Калининграде задержали 28-летнего мужчину, он хранил арсенал боеприпасов и оружия времен ВОУ. Он активно занимался раскопками на местах былых сражений, так говорит источник. В итоге накопал много оружия. Мужчина говорит, что копал для себя, а не на продажу, это была его коллекция. А что же у него нашли? Советский автомат ППШ, немецкий пистолет-пулемет М40, штурм Гевер изъятый. Также и тока Мосина и Маузера, различные составные части оружия и патроны. Изъято также почти полтора килограмма сыпучего вещества, похожего на порох, который владелец арсенала извлекал из боеприпасов на протяжении пяти лет. По этому факту, конечно же, возбуждено уголовное дело. Вот так, друзья, есть над чем подумать. Но я уверен, что помогли все это найти, конечно же, добрые люди, нашептали на ушко. Тут можно много рассуждать, у каждого будут свои доводы. Но я уверен, что поисковики копали без злого умысла. Они не собирались никого взрывать и продавать. Это оружие. Или я не прав? Как вы думаете, стоит копать по войне? Стоит игра свеч или нет? А может просто надо знать тонкости такого вида поиска? Пишите свои мысли вслух. Но лично я хотел бы покопать по войне, но с опытным поисковиком в этом деле. Да, и скажите, такие ролики вам интересны или нет? До новых встреч на канале. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok